Всем привет! Меня зовут Илья, и сегодня мы поговорим о Best Practice в продуктовой разработке. Я бэкэнд-разработчик авто в команде Quick Deal, и последние несколько месяцев занимаюсь разработкой Авито-аукциона для продажи авто. Наверняка всем из вас знакома фраза «Вот когда будем создавать новый продукт с нуля, тогда точно сделаем все правильно». Недавно мне предоставилась возможность проверить, насколько это легко реализовать идею на практике. Мы делали новый продукт, аукцион, сервис, где участники могут продавать авто для дилеров без создания объявления на флагманском сервисе Авито. В докладе я расскажу, как эволюционировала архитектура нашего продукта, с момента возникновения, почему мы выбрали именно такие решения и как искали баланс между скорее запилить MVP и качество кода, с какими сложностями столкнулись в процессе, какие паттерны проектирования оказались для нас наиболее полезными. А теперь давайте я расскажу поподробнее, что такое Авито-аукцион и какие цели перед нами стояли. Главной целью аукциона являлось создание нового безопасного быстрого канала продажи авто в онлайне для частников. Для дилеров же мы развивали альтернативный канал выкупа автомобилей, благодаря которому они могли бы первыми проконтактировать с частными продавцами и более эффективно пополнять свои склады. Из ограничений у нас была огромная неопределенность в гипотезах, сжатые сроки порядка двух месяцев и молодая команда. Для реализации этого мы решили, что частные продавцы при публикации нового объявления о продаже своего авто будут видеть приглашение отправить свой автомобиль на аукцион и получить предложение от отобранных нами дилеров. Если продавец соглашается, мы показываем ему экран с подтверждением и отсылаем данные дилерам. Если же отказывается, то мы возвращаем его в стандартный флоу подачи на Авито. Верхнеуровневый продукт состоит из двух компонентов. Это Авито, где происходит сбор пользовательских данных из объявления и передача этих данных в MaxPoster, в котором реализована работа с дилерами и механизм аукциона. Что же такое MaxPoster? Это сервис, которыми пользуются дилеры автомобилей, которые помогают им в цифровизации процессов. Поэтому от сотрудничества с MaxPoster мы получаем такой бонус, как база проверенных дилеров, готова к сотрудничеству, и площадка для создания биржи торгов. Для реализации Авито части мы рассмотрели два подхода. Первый – это интегрироваться в существующем флоу или сделать свое ответвление от него. Мы выбрали второй вариант, потому что он дает большую свободу действий и уменьшает количество дополнительной работы в существующих сервисах. Что из вышесказанного можно вынести? Во-первых, при реализации такого проекта необходимо резать скоуп, потому что не факт, что все фантазии бизнеса привезут пользу и будут must-have для запуска. Так получилось и у нас. Мы старались максимально приоритизировать гипотезы, которые оказывают ключевую ценность для пользователей и отодвигали на второй план остальные. Благодаря этому у нас получилось максимально сохранить ключевые ценности продукта и упростить реализацию. Для этого мы отказались от публикации объявлений на флагманском сайте, от модерации и от анонимного номера. За счет этого нам удалось уложиться в планируемые сроки запуска и сократить время запуска минимум на один человек и месяц. Также вторым немаловажным поинтом является использование знакомых технологий. Так, в нашей команде была экспертиза по Go и Postgres. Это позволило нам переиспользовать уже существующие решения и участвовать в обсуждениях с людьми из внешних команд про различные нюансы работы с ними. Что же по итогу у нас получилось реализовать для запуска MVP. Это API-сервер, который умеет проверять доступность аукциона на основе пользовательских данных и создавать лоты для участия в аукционе. При создании лота данные сохраняются в базу и после этого ставится задача в очередь на их обработку. После чего LotSender обрабатывает эти таски, обогащает эти данные пользователя из других сервисов Авито и отправляет лот в MaxPoster, при этом создавая сообщения для мессенджера и сохраняет их в базу. После чего MessageSender достает готовые к отправке сообщения и передает их пользователю. Из вышесказанного можно вынести следующие пункты. Во-первых, многие скажут, что использование Postgres в качестве очереди сообщений антипаттерн, и я соглашусь с этим, но это становится проблемой лишь на длительном участке времени, когда затраты по памяти в базе начинают расти. Для нашего MVP эти риски могут и не реализоваться, потому что продукт может просуществовать недостаточно долго, чтобы это стало проблемой. Поэтому первый тезис — это не закладываться на годы вперед при разработке. Во-вторых, это асинхронная API. В нашем случае требовалось выполнить много сетевых запросов, и это могло быть очень долго для пользователя. Поэтому мы применили этот паттерн с сохранением пользовательских данных в базу и последующей асинхронной обработкой. У данного подхода есть и свой недостаток — это разрыв коммуникации с пользователем. И последнее по списку, но не по значению — это грациозная деградация в приложениях. Потому что было бы неприятно, если бы весь большой Авито начинал пятисотить при отказе нашего Авито-аукциона. Поэтому важно продумывать сценарии отказа в приложении. И в нашем случае мы рассмотрели два таких сценария. Первый — это при отказе нашего микросервиса мы начинаем скрывать точку входа в аукцион. Таким образом, пользователи не страдают. И во-вторых, при асинхронной обработке, как я говорил, есть проблема в разрыве коммуникаций. И если что-то у нас пошло не так с лотом, то при 404 ошибке, когда пользователь придет за результатами, мы мимикрируем под страничку с результатами, когда дилеры не готовы выкупить авто. Таким образом, сглаживая этот момент. Таким образом, мы пережили первый этап в жизни нашего продукта. И далее перед нами встали челленджи по поддержанию темпа наращивания фич и улучшения SLA-сервиса. Что же мы имели на момент запуска? Это была логика в API-слой, дублирование кода, низкий код кавередж порядка 20%. Все это порождало снижение скорости разработки и повышение вероятности багов. Таким образом, в нашем случае стало критически важно систематически контролировать и работать с техническим долгом для поддержания темпа наращивания фич. И мы начали систематически брать в спринт первой задачей задачу по техдолгу и далее все остальное. В рамках этих задач мы проводили рефакторинг, убирание костылей и покрытие тестами. Но имея покрытие в 60 плюс процентов, мы все равно словили баг в протестированном коде. Ошибка была стара как мир, был перепутан маппинг полей при перекладывании структуры в структуру. Поэтому тестовое покрытие это хорошо, но лучше, чтобы эти тесты еще что-то проверяли. Так, например, мы обратили свое внимание на мутационные тесты, которые как раз призваны решить эту проблему. Для этого мы применили GoMuteTesting. Эти тесты позволяют ловить ситуации, когда код изменился, а тесты не упали. Таким образом, второй пункт — это код кавередж, не панацея. Смотрите на него, но не упарывайтесь. Соответственно, во второй версии приложения мы решили перенести страницу результатов из MaxPoster в Авито, чтобы самостоятельно ее развивать и поддерживать. Для этого мы добавили offers receiver cron, который забирает результаты аукционов из MaxPoster и сохраняет их в нашу базу. Сам переход мы осуществляли в три этапа. Первый — это создали на бэке Proxu до бэка MaxPoster и перенесли к себе фронт. Второй — это создали offers receiver cron, который забирает предложения дилеров и сохраняет их в нашу базу. И третье — мы сделали динамический конфиг, который позволял на лету переключать проксирование запросов MaxPoster на поход в нашу локальную БД. И это было хорошим решением, потому что пару раз возникали баги при переходе на нашу базу, и мы могли быстро откатываться без лишнего эффекта на пользователей. Также мы переосмыслили генерацию сообщений и вынесли их в отдельный Notifications Generator сервис для синхронного создания и сохранения в базу. Такой подход позволил уменьшить связанность кода, потому что нотификации теперь генерируются непосредственно перед тем, как они нужны, а не заранее сразу. Обобщая вышесказанное, во-первых, стараемся думать о пользователях и стараться вносить изменения максимально безболезненно для них, что мы и сделали при поэтапной миграции существующего функционала страниц результатов. И, во-вторых, стараемся снижать связанность кода и делаем вещи более независимые, как в примере с нотификациями. Поглядываясь назад, также стоит отметить моменты, в которых можно было сделать чуть лучше. И первый из них — это применить паттерн Message Outbox для ручки создания лота, чтобы иметь возможность консистентной записи в базу и в очередь. Этот паттерн представляет из себя запись сразу в две таблицы. В первую пишутся данные, во вторую пишется event, который полится воркером и кладется в очередь для дальнейшей обработки. Этот паттерн позволяет развязать сохранение в базу и очередь, тем самым не заставляя пользователя нажимать несколько раз кнопку «Отправить» при каких-то технических ошибок. Во-вторых, в нашем запуске мы мало сил уделили observability нашего сервиса, из-за чего несколько раз узнавали о багах от других людей и соседних команд, вместо того, чтобы самостоятельно их детектировать в кратчайшие сроки и исправлять. Поэтому observability крайне важно в MVP. И третье – это двигаться в сторону event-driven архитектуры, потому что приложение работает асинхронно и для управления связями внутри него будет гораздо правильнее применять топики с подписчиками для дальнейшего масштабирования. В заключении еще раз проговорим основные моменты. И, во-первых, это лучше резать скоуп для скорейшего запуска и получения обратной связи, чем сидеть и продумывать сто пятьсот теоретических гипотез без пользователей в каком-то вакууме. Во-вторых, не бояться создавать технический долг на стадии MVP, потому что кому нужна идеальная архитектура и бесполезный и безнадежно устаревший продукт. В-третьих, если продукт пережил запуск и набирает обороты, то нужно начинать систематически работать с техдолгом для поддержания темпа роста и добавления новых фич. И, в-четвертых, в нашем неидеальном мире нельзя говорить о стопроцентной вероятности работы приложения, поэтому продумывать сценарий его деградации – крайне полезная практика. А на этом у меня все. Готов к вашим вопросам, замечаниям, предложениям. Продолжение следует...